Более 200 перезахороненных красноармейцев, более 500 установленных имен и фамилий в свое время без вести пропавших бойцов. Вполне себе неплохие результаты для шести лет деятельности поискового любительского клуба. Да, результат хороший и начинался он со смелого решения первого директора Гомельского кадетского училища Чуешковой Галины Константиновны, потому что это было первого подобного рода объединение в системе образования республики. И это нужно было решиться и взять на себя определенную ответственность. Сегодня мы можем говорить, что уже целое поколение кадет, закончив наше учреждение, поступив в высшее учебное заведение, продолжает работу уже в вузах. Многие из них получили первые лейтенантские погоны и движение разрастается и увеличивается. Более 125 участников клуба уже живут и работают в нашей стране. Я, кстати, знаю, что не так давно вас назначили руководителем Национальной поисковой кадетской ассоциации. Это, наверное, результат многолетней работы и как большие дивиденды для нас, потому что среди кадетских училищ мы были первыми. Открывателями такого поискового движения. Ну и Республиканский совет принял решение доверить, руководить уже общим движением страны именно мне. Есть опыт, есть определенные успехи, поэтому вот такая новая должность. Павел Владимирович, а сейчас немного изнанки. Это всегда интересно и зрителям, и нам, журналистам. Поисковая работа. Все начинается с карт и архивов? Все начинается с зарождения интереса у подростка, потому что есть огромное количество гаджетов, игр, фильмов, которые притягивают внимание. Нам же приходится пробивать вот эту вот стену, либо какой-то кокон своеобразный, в котором живет подросток. Нам в кадетском училище сделать это просто, потому что специфика учреждения предусматривает то, что кадет в течение дня находится в учебном заведении без телефона. Поэтому мы действуем на их территории, предлагаем воспользоваться интернетом, компьютером, но не для того, чтобы развлечься, а для того, чтобы заняться полезным делом. Открытые архивы Министерства обороны Российской Федерации доступны каждому. И в этих архивах мы предлагаем найти не какого-то чужого героя, либо общеизвестного личности, а прадеда, прабабушку, которые в годы Великой Отечественной войны могли быть героями. У нас есть подросток, чей прадед единственный выжил из целого батальона морской пехоты, который во время попытки прорыва блокады Ленинграда по льду Чудского озера должно было выйти в установленный пункт и прорвать оборону немцев. Их накрыло артобстрелом, его взрывной волной выбросило на берег, несколько месяцев без сознания привели к тому, что домой уже пошла похоронка. Но человек выжил, стал инвалидом, казалось бы, мог бы опустить руки, но он вернулся домой, стал председателем колхоза и довел его до миллионника. А в Советском Союзе это был еще и трудогвой подвиг. И когда дети узнают об этом, они уже с удовольствием расследуют и узнают судьбы других участников Великой Отечественной. Вот еще один пример, как учителю истории сделать свой предмет по-настоящему интересным, еще и полезным. Но сейчас не об этом, как происходят раскопки. А это правда, что далеко не все кадеты, даже при большом желании, могут быть допущены к этой работе? Еще буквально несколько лет назад такое вообще было бы невозможно, но нормативная база нашего государства постоянно меняется. Появилась инструкция специализированная в Министерстве обороны по взаимодействию с общественными организациями и гражданами. Поэтому мы получили такое право принимать участие в раскопках. Это первое, нормативная база. Второе, есть возрастные ограничения. 16 лет, только с этого возраста можно участвовать непосредственно в раскопках. Какие-то вспомогательные работы можно осуществлять и ранее, но непосредственно в раскопке это 16 лет. Ну и третье, это определенные знания, умения и навыки, которые мы должны обладать кадет для того, чтобы выйти в поле вместе с военнослужащими 52-го отдельного специализированного батальона принимать участие в раскопках. Только под контролем специалистов и преподавателей, экспертов. Эти профессионалы, это действующие военнослужащие специализированного батальона, которые обладают навыками саперов, которые обладают навыками поиска. Только под их руководством, только после того, как обследовано место раскопа на предмет взрывоопасных предметов, получаем разрешение приступить к раскопу. И любые другие варианты, они вне закона, и мы придерживаемся этих правил. И в завершение. Вашей деятельности здесь, в Гомеле, около 6 лет. Как объяснить тот факт, что за это время организация приросла десятками неравнодушных гомельчан? И речь не только про историков или кадетов, что особенно показательно. Это представители разных профессий, люди, которые любят историю, которые интересуются своей семьей. Среди людей, которые помогают, которые учат нас, потому что есть и те, которые обладают опытом больше, чем мы. Это и вальщики леса, это и сотрудники сельскохозяйственных организаций, это и системные администраторы, это и военные, и журналисты. Общая команда единомышленников позволяет нам достигать успехов. Цифры, которые прозвучали в начале интервью, ведь это очень кропотливый труд, 500 имен. Достигаются такие результаты, когда идет перепроверка документов современных паспортов захоронений с документами военного периода, 1941-1942 годов. И из тысяч фамилий необходимо вычислить и доказать, что эти люди позахоронены в этом захоронении, они пропали без вести и не затерялись в истории. Павел Владимирович, спасибо вам и единомышленникам за эту действительно полезную работу. До встречи в эфире. Благодарю. Спасибо. Спасибо.